Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу сегодня поговорить о потребителях в Канаде. Меня спрашивают, насколько они здесь имеют права, защищены, как дела обстоят с рынками, с местами, где, собственно, происходит встреча продавца и покупателей. Хочу сказать, что по сравнению с тем, что я видел в России, здесь потребители, на мой взгляд, цари и боги. Потому что, несмотря на то, что вроде как права и здесь, в Канаде, и в России, судя по декларации, по всяким разным, одинаково защищены, но в России я слышал кучу всяких разных историй о том, что по всяким разным причинам люди не могли реализовать свое право на возврат товара, на то, чтобы отстоять финансовые потери, которые у них были связаны с покупкой тех или иных товаров. Здесь, в Канаде, что я наблюдаю? Наблюдаю то, что и на своей собственной истории, и на примерах своих знакомых, что если ты покупаешь какой-то товар, и по каким-то причинам он тебе не нравится, или что-то сломалось, или еще что-то, ты совершенно спокойно, без всяких проблем можешь в течение месяца вернуть этот товар, и никто тебе слова не скажет. Я слышал массу историй, когда иммигранты, неважно даже из каких стран, просто иммигранты, хотя даже, наверное, и местные тоже таким делом грешат, покупают какую-то вещь, она им нужна для какого-то конкретного дела. То есть, допустим, зная, что люди покупают какие-нибудь дорогостроящие дрели, строительные материалы в строительных магазинах, используют их по мере необходимости, и когда, собственно, необходимость в этих предметах пропадает, они спокойно возвращают все это обратно в магазин, и, несмотря на то, что видно было, что это вещи пользовались, продавцы в магазинах спокойно, без разговоров, не пытаясь там ничего доказать, не пытаясь не привести какую-то экспертизу и так далее, принимают этот товар обратно. То есть, в этом плане, мне кажется, как раз признак цивилизованного общества, когда у человека есть права, об этих правах абсолютно все знают, и продавцы, и покупатели, и, соответственно, любой покупатель может совершенно спокойно в любой момент свои права покупателя реализовать. В частности, вернуть товар, который по каким-то причинам человеку не нравится. У меня бывало так, что я покупал какую-то вещь, смотрел, что, не знаю, по размерам она мне не подходит, или по цвету она мне не подходит, или еще что-то, я совершенно спокойно в течение нескольких дней возвращался и отдавал товар обратно, и мне совершенно спокойно так же перечисляли деньги. Если платил наличностью, то отдавали налог. Если я платил карточкой, то, соответственно, возвращали все деньги вместе с налогами на ту карту, с которой, собственно, происходила оплата. Здесь существует куча разных законов, которые защищают потребителя. Эти законы реально действуют. Здесь существует большое количество разных государственных и окологосударственных организаций, которые отвечают за то, чтобы производители и продавцы не грешили, не мухлевали, и их можно было прижучить в случае, если такие вещи происходят, потому что нельзя сказать, что продавцы, они такие все безгрешные и не пытаются как-то задурить голову. Бывает и такое, но, правда, я не слышал об этом никогда, но уверен, просто, в теории вероятность, что такое есть. Поэтому есть куча организаций, которые в случае таких проблем без раздумий растерзают этого самого продавца или производителя, как тузик грелки. Я в этом абсолютно уверен. И, собственно, что хотел сказать? Хотел сказать еще, что здесь в общем и целом принято верить на слово, в том плане, что если человек приходит и говорит, что вот так и так, мне что-то там не понравилось, какие-то там претензии и так далее, то, еще раз говорю, никаких каких-то специальных исследований, экспертистам и так далее не назначают, просто спокойно, молча забирают товар и все. Наверное, если речь идет о каком-то таком очень-очень дорогом товаре, то, может быть, сделать какую-то экспертизу, но это уже скорее выход из стандартной практики, чем обычная практика. Такой подход распространяется на любой товар, будь то, я не знаю, покупка сандалии или покупка нового автомобиля. То есть, там варьируется список товаров, которые подлежат возврату или не подлежат возврату, там, в частности, медикаменты, там, нижнее белье и так далее. Ну, то же самое, что, в принципе, и в наших странах, они возврату не подлежат. На какие-то товары есть ограничения по срокам возврата, то есть, ты можешь какие-то товары вернуть там в течение недели-двух, да, какие-то товары ты можешь вернуть в течение месяца. Ну, это как бы нюансы. Там, опять же, возвращаясь к тому, что я сказал, в общем и целом, по самой процедуре, здесь все очень соблюдается, все очень строго, и существует громадное количество надзирающих органов, которые в любой момент могут дать по рукам тем продавцам, которые вам продали некачественный товар. К сожалению, все то, что касается продажи с рук, тут ситуация более сложная, вы должны будете иметь какой-то контракт, подтверждающий там, или расписка, подтверждающая то, что вы этот товар приобрели, и в случае, если у вас такого рода документ бумажный есть, то вы как-то свои права можете там отстоять, доказать там и так далее. Если у вас все это произошло исключительно на устной договоренности, то тут, как говорится, повезло, не повезло. Поэтому надо быть очень внимательным, когда покупаешь товары с рук. Ну, в общем, пожалуй, все, что я по этому поводу хотел сказать. Желаю вам всего самого хорошего. Не скучайте, не унывайте. Кто собирается в Канаду, скорее приезжайте. Желаю вам всего хорошего и до свидания.